Что хотя бы раз в жизни делал каждый мужчина? Бросал гигантские камни в водоем. Большой камень делать большие брызги. Большие брызги я быть счастливый. Я находить больше гигантские камни. В жаркий летний день делал очень широкий шаг. Вы понимаете о чем я. А я всегда делаю старое доброе потряхивание ногой. Все в порядке? Да, просто нога немного затекла. Представлял всю свою жизнь незнакомым человеком, который ему понравился. Это же обычное дело, ведь так? Ведь так? У Хозьер есть одна или две песни на эту тему. Щелкал щипцами для барбекю перед тем, как их использовать. Это доказывает то, что мы все в конце концов превращаемся в крабов. Это в нашей ДНК. Каждый мужик совал свой пенис куда не следует. В мою бывшую, например. Ты прав, все мы там были. Проверял, не пробудились ли у него суперспособности. Начиная от хогвартской магии, заканчивая суперспособностью камихамиха. У меня до сих пор не работает вингардиум Левиоса. И я не могу выстрелить из руки паутиной. Почему так? Где мое письмо в Хогвартс? Перед использованием дрели дважды нажимал на кнопку пуска. Это обязалово. Каждый мужик, стоя в душе, набирал воды в руки, после чего выливал ее. Почему мы это делаем? Должен собирать ресурсы, чтобы кормить жена. Смывал говно, прилипшее на унитазе струей мочи. Для нас это как игра. Пытался скрыть стояк. В шестом-седьмом классах я состоял в команде по прыжкам в воду. У всех пацанов были специальные плавки. Все было круто, пока я не увидел девчонок в тоненьких купальниках. В тот момент, будучи под водой, мое половое созревание решила дать о себе знать. И сказала, «Эй, глянь-ка, какие сиськи!» Тогда-то я и понял, что в плавках невозможно скрыть стояк. Каждый мужчина хоть раз в своей жизни делал тот самый кивок. Делает кивок. Кивковый этикет – это наш базовый уровень общения. И мы рождаемся инстинктивно, зная все тонкие нюансы кивка. Включая разницу между кивком вверх и кивком вниз. Я сейчас просто лопну от смеха. После 13 лет жизни с моим мужем я только в последние несколько месяцев начала замечать, как он кивает. Я искренне думала, что это сугубо его какая-то причуда. Я не знала, что это что-то нормальное для мужчин. Но прочитав комментарии ниже, я поняла, что все это время я наблюдала за тем, как он много раз кивал. И почти всегда другим мужчинам. И да, в этих кивках есть свои нюансы. Более того, я не думаю, что я когда-либо общалась с своими подругами-женщинами посредством кивков. Мне кажется, мы все время болтаем. Дружочек, хочу напомнить тебе, что у нас есть офигенная телеграм-страничка, куда мы постим классные посты каждый день и по многу раз. Ссылка в описании, подписывайся. Каждый мужчина хоть раз путал похоть с любовью. Эх, классика. Мы все это делали. Иногда мы быстро усваиваем урок, а иногда нам приходится повторять одну и ту же ошибку. Каждый мужик после душа хоть раз сделал вертолет или шлепал себя по бедрам своей колымбахой. You spin me round round, baby, right round, like a record player. Стряхивал его слишком много раз, прежде чем засунуть обратно. Нет ни одного парня, который пожалел бы о том, что лишний раз стряхнул. Но вы можете быть уверены, что каждый парень хоть раз жалел о том, что стряхнул слишком мало раз. Количество требуемых стряхиваний всегда больше на один, чем количество выполненных. И да, после того, как пасать, я всегда жму на просаг. Извинено, для тех, кто не понял. После того, как вы пасыте, слегка надавите на место прямо за яйцами. Сделайте это несколько раз. Или немного помассируйте там, двигая пальцем вперед. Этот процесс помогает вытолкнуть остатки мочи. Таким образом, мужская уретра как бы опускается вниз, а затем поднимается обратно в сторону головки пениса. Точка, которую я описал, находится в том месте, где она как бы опускается вниз. Поэтому надавливание на нее помогает вывести оставшиеся капельки. Просыпался с мощным стояком. Ты просыпаешься со стояком, после чего понимаешь, что тебе хочется ссать. Ты идешь на толкан, упираешься руками в стену и немного отводишь ноги назад, чтобы твой дружбан был направлен прямо в унитаз, а не на сидушку. Вот вам лайфхак. В следующий раз, когда тебе придется это сделать, поприседай одну-две минуты или посгибай руки. Твое тело направит кровь от стояка в другие части тела. Напряжение спадет, и тебе будет легче прицелиться. Смывал туалет до того, как закончить ссать. Почему мы это делаем? Нужно победить смыв. Я всегда считал, что это мое СДВГ, которому надоело ссать просто так, и оно превратило этот процесс в игру. Пытался сделать самому себе сосай-масай. Я же прав? Пожалуйста, скажите, что я прав. Если бы среднестатистический чел мог бы это делать, он бы никогда не выходил из дома. Трогал свой пеструн. Это как-то по-гейски. Что ж, я гей, лол. Ага, шах и мат. Измерял своего ковбоя. Я не знаю ни одного человека, который бы этого не делал. Я никогда этого не делал. Я прекрасно представляю, к какой категории относится мой дружок. Я понимаю, что он у меня близок к средним показателям. Причина, по которой я не измеряю его, заключается в том, что если он у меня окажется ниже среднего, то мне придется это признать, тогда как сейчас я могу сказать, ну, у меня он примерно средний. Фантазировал о том, как он занимается любовью со своей школьной учительницей. Да, признаю, Грешин, фантазировал о своей учительнице испанского в восьмом классе, об учительнице физкультуры в девятом классе, учительнице английского в десятом и учительнице рисования в одиннадцатом. Погоди-ка, че за нах? Лично я никогда не тащился по взрослым женщинам, которые годились в ровеснице моей мамы. По крайней мере, на тот момент. Конечно, я легко могу представить себе чуваков, которые прутся по таким, но никогда бы не подумал, что это обычное дело. Хотя как-то раз мне приснился очень познавательный сон с моей учительницей по математике. После этого я увидел ее в новом свете. Прятал свой пеструн, зажимая его между бедер, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть без него. И чтобы посмотреть, как бы он смотрелся сзади. Спойлер, не очень красиво. В сал сидя, вместо того, чтобы стоять и целиться в дырку. Ага, порой мы такие ленивые. Делайте так всегда, не придется целиться, да и пол всегда будет сухим. Данный способ сать изменил мою жизнь к лучшему. С солнечным вечером пересекался взглядом с рандомной девушкой и обменивался с ней улыбками. После чего все время о ней вспоминал. Это было 20 лет назад. У нас двое детей и большой дом. У меня в голове. Каждый мужчина хоть раз получал отказ от девушки, в которую он был влюблен. Чувак, возьми себя в руки, забей на все и продолжай идти вперед. Это больно, но это часть полезного опыта. У каждого мужика были непотребные мысли, связанные с кем-то очень близким. Это может быть двоюродная сестра, подруга и так далее. Двоюродная сестра – дальняя сестра. Я ни в коем случае не вижу в таком свете ни одну из своих близких сестер. Испытывал мурашки после того, как пасал. Лично у меня мурашки во время самого процесса. Каждый мужик хоть раз говорил что-то типа «Эй, гляньте-ка, как я могу». После чего совершал какую-то глупость. Чесал яйца, а потом нюхал пальцы. Это абсолютная норма. Именно так я узнаю, нужно ли мне сегодня идти в душ. Сал на дерево. На улице это делать гораздо приятнее. Кусты или цветы тоже отлично подходят. Испытывал безответную любовь. Прошло больше года с тех пор, как закончились мои первые серьезные отношения. А я все еще безнадежно одержим человеком, которому на меня наплевать. Жалел о том, что не чпокнул ту девку, которая очень нравилась. Оказался настолько тяжелым, что не понял это в тот момент. Каждый мужик хоть раз в жизни починил какую-то хрень, не имея ни малейшего представления о том, как она работает или как ее починить. Я думаю, что после определенного возраста каждый мужчина хотя бы раз случайно садился на свои яйца и прищемлял их. Особенно садясь в машину и выходя из нее. Размышлял о воображаемых суперзлодеях и сражался с ними как супергерой. Братан, пройдя God of War, я представлял себя Кратосом, который размахивает клинками хаоса и убивает гребаных зомби или приконов. Разочаровывал женщину. Ага, у меня же есть мать. Каждый мужик хоть раз задумывался, стоит ли ему отрастить длинную бороду. Каждый из нас хоть раз пропускал очевидные признаки того, что ты нравился какой-то девчонке, и только спустя года до тебя наконец доходило, что она хотела с тобой переспать. Но понимал ты это уже после того, как просыпался рядом с ней. Она, расстегивает блузку, чтобы показать свой бюст и пожаловаться на то, как сильно давит ей корсет, предполагая, что любой парень не пропустит такой знак. Я, ё-моё, тяжело же тебе приходится. 20 гребаных лет спустя, бляха-муха. Она, я думаю, было бы прикольно пойти на выпускной, даже если просто с другом. Я, не, это будет отстойно, к тому же я не хочу платить за билет для девчонки. Она, но если бы какой-нибудь парень пригласил меня на выпускной, я бы не ждала, что он заплатит за мой билет. Спойлер, я ее не пригласил. Каждый мужчина хоть раз испытывал на себе такое. Девушка, которая ему нравилась, начинала терять к нему интерес. А он бегал за ней еще сильнее, вместо того, чтобы отпустить и дать ей возможность заскучать по нему и самой пойти на контакт. Это гарантированный способ заставить ее потерять весь оставшийся интерес к тебе. Но практически каждый парень усваивал этот урок лишь на собственном опыте. Или если он еще не усвоил этот урок, то рано или поздно усвоит его в будущем. Будучи женой, могу подтвердить твой комментарий. В свое время у меня была пара друзей-мужчин, которым я нравилась. Я дала им понять, что не готова к отношениям, так как только вышла из прошлых отношений и переживала не лучшие времена. Я реально не хотела ни с кем встречаться, да и у меня не было на это никаких моральных сил, так как я переживала сильную психологическую травму. Они оба знали об этом, они закидывали в мою сторону удочки в разное время. Мой отказ и слова, что сейчас я не готова к отношениям, они оба восприняли как вызов и намек попробовать еще. У одного из них был бы шанс, если бы он просто дал мне немного времени и остался моим другом. Либо взял паузу, если чувствовал, что не может больше оставаться моим другом. Я сказала ему, что пойму, если он перестанет со мной общаться на какое-то время. Если бы он с уважением отнесся к моим словам, у него был бы шанс. Вместо этого он старался изо всех сил меня впечатлить, отчего я чувствовала себя очень неловко, что лишило его всякого шанса на то, чтобы у нас что-то получилось в будущем. Другой, я не знаю, понравился ли бы он мне когда-нибудь, но он все напрочь испортил тем, что проявил крайнее неуважение к моему отказу. Я бы никогда не смогла видеть себя рядом с ним, учитывая то, как далеко он зашел. Я не думаю, что смогла бы быть с кем-то, кто настолько сильно не уважает, простое слово нет. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, что хотя бы раз в жизни делал каждый мужчина. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Обнял. Пока.